Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на Амурском областном телевидении в студии Оксана Холодова. И вот о чем расскажем сегодня. Ограничений больше нет. В Амурской области снят противопожарный режим. Спорная ситуация. В Вожаевке жители военного городка пытаются выселить из квартир. Хвостатый реестр. В России может появиться платная регистрация животных. И как в НБА, в Благовещенске открылась баскетбольная площадка мирового уровня. Пожароопасный сезон отменили в Амурской области. В регион пришла осенняя прохлада. В северных районах выпал снег. В центре и на юге региона температура днем доходит до 10 градусов тепла. На севере существенно холоднее от 0 до 8 градусов. Комиссия ПЧС приняла решение отменить особый противопожарный режим на территории всей области. Тем временем муниципалитеты начали готовиться к следующему пожароопасному сезону. Они должны организовать отжиг сухостоя возле населенных пунктов. Сегодня в профилактических отжигах задействовано более 700 человек. Среди них работники лесной охраны, противопожарных служб, Амурской авиабазы службы спасения. Жители военного гарнизона Вожаевки пожаловались губернатору, что их пытаются выселить из квартир. Спорная ситуация возникла после передачи домов из ведомства Минобороны муниципалитету. Александр Козлов пообещал разобраться в вопросе оформления документов на жилье и субсидии на ЖКУ, а также подключить жилинспекцию. В начале отопительного сезона на тепломагистрале в Вожаевке произошел крупный порыв, как доложили главе области, тепломагистраль не ремонтировали десятки лет. В течение месяца на участке, где случилось ЧП, проведут новую наружную сеть. Нам нужно тепло подать. Сети, которые сегодня есть, 70 какого-то года, и в них не вкладывались ни рубля за это время, то есть нам придется их чинить. Что мы сегодня делаем? Мы выделяем в рамках ситуации нехорошие деньги. И сегодня объявляем ЧС на день. И, соответственно, начинаем ремонтировать. Также губернатор подчеркнул, проблем с поставками топлива в этом году в Вожаевке не будет. С предприятиями, которые будут обслуживать жилые дома, заключили договоры. Кроме того, их включили в реестр фонда капитального ремонта. В одном из домов работы начнутся уже на следующей неделе. 42 миллиона рублей с федерального бюджета выделят при Амуре на ремонт дорог. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Средства на дорожные работы также получат еще 34 субъекта. Общая сумма финансовых выливаний составит почти 10 миллиардов рублей. В Приамуре деньги направят на ремонт, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования. Хабаровскому краю правительство выделило 2 миллиарда. На эти средства планируется финансировать проекты, которые реализуются на основании соглашений о государственно-частном партнерстве. Самая большая сумма среди дальневосточных регионов предусмотрена для Магаданской области. В регион на ремонт дорог поступит более 114 миллионов. Предприниматели области продолжают нарушать антитабачное законодательство, несмотря на запреты. Только с начала этого года Амурское управление Роспотребнадзора выявило 74 нарушения и закрыло 4 сайта, которые предлагали купить курительные смеси. Открытая демонстрация табачной продукции, продажа сигарет несовершеннолетним, в том числе и вблизи учебных заведений. Это самые частые нарушения, за которые оштрафовали предприниматели и в этом году, сообщает пресс-служба ведомства. Общая сумма административных штрафов превысила 400 тысяч рублей. Также во время проверок в глобальной сети обнаружены 4 сайта, которые продавали табачную продукцию дистанционно. По решению Благовещенского городского суда все интернет-порталы закрыли. Житель села Овсян Козейского района поджег несколько автомобилей и три магазина местного предпринимателя. Причину своих действий мужчина тоже назвал неприязнь к бизнесменам. Полицейским удалось раскрыть серию преступлений по горячим следам. Подозреваемым в поджогах стал 47-летний житель села. По версии следствия, он совершил 6 поджогов, в результате которых от огня пострадали 3 магазина. Один выгорел полностью и 3 автомобиля. Все имущество принадлежало индивидуальному предпринимателю. Полицейские задержали злоумышленника в момент подготовки к очередному поджогу. При себе у гражданина находилась бутылка с легко воспламеняющейся жидкостью. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что совершал поджоги из-за личной неприязни к потерпевшему. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время они соединены в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Банкноты с изображением космодрома «Восточный» представят в субботу, 14 октября. Глава Банка России и гендиректор Госзнака проведут презентацию купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Эльвира Набиулина и Аркадий Ткачук расскажут об особенностях и основных защитных признаках банкнот. Символы новых купюр выбрали по итогам открытого голосования россиян. Оно впервые организовано Банком России. Банкноту в 2000 рублей будут украшать космодром «Восточный» и мост на остров Русский в Владивостоке. На купюре в 200 рублей изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. Новые деньги поступят в обращение в конце года. Бумажный субстрат 200-рублевых банкнот будет пропитываться специальным полимером для длительности использования. Со временем такую же пропитку могут получить и другие купюры. Кроме того, введение новых денежных знаков может привести к изменению защитных свойств и дизайна всех билетов Банка России. В медицинском центре «Белая роза» теперь можно не только пройти обследование, но и получить необходимое лечение, причем бесплатно. Лечебный кабинет работает уже полгода и за это время нужную терапию получили более тысячи амурчанок. Пациенток стало больше, поэтому медики работают в две смены с утра и до вечера. Кроме того, центр заключил соглашение с областным онкодиспансером. Здесь могут проводить даже гистологические исследования. Яна Лисовая расскажет подробнее. Еще год назад в медицинском центре «Белая роза» можно было пройти только обследование, сделать УЗИ, мамографию, получить консультацию онколога-мамолога и гинеколога. Но с весны здесь открыли еще и специальный лечебный кабинет, чтобы оказывать женщинам необходимую терапию. Причем все абсолютно бесплатно. Когда пациентка получает результаты исследования, если это необходимо, ей предлагают сразу же, без очередей, записаться на лечение. Кстати, тут проводят даже оперативное вмешательство. Мы занимаемся операциями на шейке матки, то есть это удаление полипов, забор биопсии, заключен договор по гистологическому исследованию на ткани. То есть мы подтверждаем диагнозы, какие-то подозрения на рак даже. То есть это все у нас сейчас можно делать. У нас проводится кольпоскопия, это осмотр шейки матки под микроскопом, то есть прицельное исследование. И все в доступной форме для женщин, особенно те, которые с районов, где нет гинеколога. То есть им очень удобно в том, что они пришли на обследование и потом на лечение уже вторым этапом. За несколько месяцев в лечебном кабинете побывали уже больше тысячи амурчанок. Всего же за время существования центра. Его услугами воспользовались почти 70 тысяч женщин. Из них 18 тысяч только за этот год. Чтобы справиться с таким потоком пациенток, здесь решили открыть так называемую вторую очередь. В двух филиалах «Белой розы» специалисты теперь работают в две смены с утра до вечера. Учитывая, что потребность возникает, и мы радуемся, когда к нам приезжают с Тынды, с Магдагачи, с Мазановского района женщины. И поэтому мы открыли еще одну очередь на Калинино. И теперь мы работаем. Две очереди, две смены с утра до обеда и с обеда до вечера на Калинино. И также две очереди открыты здесь. Сначала мы лечили в одну смену, но женщин оказалось большое количество. И поэтому мы теперь и лечим тоже в две смены. Светлана Лаврухина приехала из Ивановки специально, чтобы пройти обследование. В центре она наблюдается уже третий год. Говорит, главный плюс в том, что это удобно и бесплатно. Потому что сейчас все так дорого. Я сама работаю в медицине, потому что я знаю, какие цены. Поэтому это все очень дорого. А для простого народа, для действительности, который по области у нас приезжают многие, я советую своим знакомым, своим подругам, что именно здесь удобнее все проехать обследование для женщин. А недавно здесь заменили маммограф на более современный. Теперь и пациент, и лаборант получают меньшую дозу облучения. Кроме того, процедура стала безболезненной. То, что это безболезненный аппарат. Здесь фиксирование молочной железы только. А раньше было сдавливание молочной железы. И также здесь присутствует в этом аппарате частичный 3D-эффект. То есть нет необходимости делать какие-то другие проекции. Здесь объемное изображение. Это кабинет онколога-мамолога. В день здесь принимают около 30 женщин. Многие приходят без каких-либо жалоб. Но исследования показывают, нужно срочно обращаться к специалистам. Кстати, не так давно центр заключил соглашение с областным онкодиспансером. Теперь здесь проводят гистологические исследования. А пациентов при необходимости направляют в онкологическую больницу. Но главная задача медиков этого центра – предотвратить онкологию или хотя бы вовремя ее диагностировать. Врачи еще раз напоминают амурчанкам о необходимости обследований раз в год. Тем более сейчас для этого есть еще больше возможностей. Яна Лисовая, Роман Юдаков, Амурско-областное телевидение. Серебряную медаль главного аграрного форума России «Золотая осень-2017» вручили Амурскому управлению ветеринарии и племенного животноводства. При Амуре вошло в число лучших регионов страны по эффективности борьбы с болезнями животных. Благодаря работе специалистов управления на территории При Амуре уже несколько лет не регистрируются случаи бешенства. Более того, одно из главных мест занимает профилактика заразных и незаразных болезней животных. Ветеринары регулярно проводят эпизодический мониторинг на фермах региона. Они определяют условия, которые способствуют и препятствуют распространению заразных болезней, к примеру, среди коров. Жесткие меры примут власти тындек владельцам домашнего скота, который разгуливает по городу. Столица Бама каждый год сталкивается с подобной проблемой. Коровы и козы бесконтрольно бродят по улицам. Владельцам животных грозят штрафы до 5 тысяч рублей. Кстати, этой осенью специалисты обнаружили на улицах коров без бирок. Скорее всего, жители города сознательно не регистрируют животных, чтобы избежать ответственности. Между тем, в России может появиться платная регистрация животных. Владелец сможет чипировать усатых и хвостатых или заявить о своем питомце. Способ можно выбрать добровольно. При этом, какую сумму возьмут за регистрацию животного, пока неизвестно. Законопроект подготовило правительство. В ближайшее время документ планируют рассмотреть в Госдуме. По словам зоозащитников, недобросовестные владельцы отказываются от своих питомцев или уходят от ответственности, если животное кому-то навредило. Как в американском университете, один из лучших игроков национальной баскетбольной лиги Андре Ллойд Миллер оценил новый спортзал Политехнического колледжа Благовещенска. В Преамуре он приехал по приглашению компании «Сибург». Областная столица стала 10-м городом России, где появилась баскетбольная площадка мирового уровня. На открытии побывала и Марьяна Геворкян. Обшарпанные стены, неровный пол, старые светильники. Таким мы увидели спортивный зал Политехнического колледжа 6 месяцев назад. Тогда спортсменам сложно было поверить, что их зал превратится в площадку самого высокого уровня. И спустя полгода на нее выйдет известный чемпион национальной баскетбольной ассоциации Андре Ллойд Миллер. Один из самых успешных спортсменов мира. По словам американского чемпиона, обновленный спортивный зал похож на университетский спортзал США. Я люблю, когда меня окружают дети. Я помню, когда был ребенком, когда у меня даже не было возможности встретиться с любимым игроком, любимой звездой. Поиграть с детьми сегодня – это самое важное, что могу сделать. Введение мяча, обман соперника, попадание в кольцо. Андрей Миллер правил с амурскими спортсменами настоящую тренировку. Пусть на разных языках, но в спорте нет языкового барьера. Здесь все понятно и без слов. Все очень здорово, очень большие впечатления, эмоции. Очень комфортно в этой обстановке, очень атмосферно. Другой уровень совсем. Я занимаюсь на 17-й школе, но там зал, конечно, не такой, как здесь. Здесь зал лучше. А так зал хороший, паркетный, отличный. Он звезда НБА, и поэтому это очень круто увидеть его в реальной жизни. А зал, ну, нет слов. В другой мир как бы попадаешь и настоящий зал НБА, и чувствуешь себя тоже как профессиональным игроком. Подарок амурским спортсменам сделала компания «Сибурхолдинг» в рамках совместной программы с Национальной баскетбольной ассоциацией. Благовещенск стал 10-м городом, где компания открыла спортивный зал уровня НБА. Здесь заменили старый деревянный пол на паркет, установили новые баскетбольные щиты, современное освещение. Появились в зале складные трибуны, привели в порядок и раздевалки. Как говорят в Сибуре, города, которые вошли в программу, стали центрами баскетбола. Перспективы открываются и для амурчан. Компания каждую весну проводит отбор среди ребят. Лучшие едут на тренировку в центр страны. Младшие собираются в Москве, и неделю идет спортивный сбор. Они тренируются, они ходят, у них есть культурная программа, они смотрят игры лиги ВТБ. А старшие то же самое, в Питере недельный сбор на базе молодежной команды баскетбольной «Зенита», где с ними занимаются очень квалифицированные тренеры. И вот очень приятно, мы уже два таких цикла прошли, насколько ребята, которых мы заметили, насколько они прибавляют. Кто знает, может и среди амурских ребят вырастут чемпионы России и мира. Американский баскетболист уверен, ситуация, в которую сейчас попали российские спортсмены, изменится. Профессионалы должны принимать участие в Олимпиадах, Чемпионатах мира и Европы. Я думаю, что каждому спортсмену должны давать участвовать в больших глобальных соревнованиях. Баскетбол – это вид спорта, один из самых популярных в мире. И если человек талантлив, то ему должны дать возможность поучаствовать в соревнованиях. Более-менее, главы! Более-менее, главы! В день открытия спортзала прошла первая игра. На поле вышли команды Сибура и ассоциации студенческого баскетбола. Азартно и с удовольствием теперь так будут проходить все игры на площадке Политеха. Кстати, подобный зал может появиться и в Свободном. Мы уверены, что принято будет решение компании Сибура, они будут строить свой завод в городе Свободном. Ну и, конечно, как следствие, уже при строительстве своего завода я очень уверен. И думаю, что компания Сибура откликнется на, почему бы такой зал не построить и в городе Свободном. Но забегать вперед не надо, потому что всегда бизнесу надо возможность дать себя реализовать. По словам губернатора, крупные компании, которые работают в регионе, активно помогают амурскому спорту. Крытые ледовые катки появились в Райчехинске, Новоборейском, Благовещенске. А в Сковородине восстановили бассейновый комплекс. Марьяна Геворкян, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Самый-самый Благовещенск. Жители и гости города уже совсем скоро смогут сыграть в уникальный пешеходный квест. В основе его сценария – знакомая с детства игра. Бродилка с фишками и кубиком. Вот только в амурском варианте главную роль играют сами участники. Им предстоит найти ответы на непростые вопросы, так или иначе связанные с историей Благовещенска. Вместе с автором проекта «Свои знания по истории родного города» проверила и наш корреспондент Ирина Кобзарь. Сценарист-режиссер Яна Стародупа-Фанасьева. Более семи лет живет в Москве, но признается – самым любимым навсегда останется Благовещенск. В своем творческом стиле в форме квеста девушка решила познакомить людей поближе с родным городом и его знаменитыми жителями. У нас впервые в мире была произведена операция костно-пластическая, которая сейчас называется «Бормана-Леви». Нашей городской больницей заведовал лип-хирург императорской семьи, человек-первооткрыватель в мире внутривенного наркоза. У нас жил и учился археолог с мировым именем Анатолий Деревянко. У нас родился человек, который расшифровал первые геномы вирусов Оспы. Продолжать можно очень долго. Это все Благовещенск. Благовещенск подарил миру невероятное количество талантливых, гениальных людей. В поисках утраченных исторических фактов и знаменитых мест Благовещенска на выручку приходился автор проекта. Ее сын Филипп, рассказывает она. Именно он нашел место, где располагался бывший телеграф и завод красок. Еще я нашел фабрику тетых красок, завод тетых красок Коровиного Толя. Думаю, двор какой-то старый. Думаю, наверное, старинная надпись «Сюду». А потом, когда уходим, мама говорит, ну, пошли, там тут ничего нет. Я говорю, стоп, ты как-нибудь черная надпись. Смотрит и правда. Спасибо учению Людмила Анатольевна. Она сказала, тут была фабрика тетых красок Коровиного Толя. В этой игре нет возрастных ограничений. Более того, шагать по городу можно как в одиночку, так и большой компании. Одной из первых квест попробовала пройти Валентина Кобзарь. Возле каждого дома вдруг возникают какие-то ассоциации, воспоминания. Город маленький, знакомых много. Они останавливаются, подключаются, начинаются дискуссии. Больше всего меня впечатлил масштаб. Масштаб работы проделанной за такой короткий срок. Такой огромный материал собрать и так красиво все оформить и обдумать. Идея проекта родилась в Москве три месяца назад, вспоминает Яна. К работе дистанционно подключились 15 специалистов. От архивистов и историков до археологов. Главная цель команды – найти эксклюзивные факты. Результат превзошел самые смелые ожидания. Почти за 90 дней собрали 120 уникальных материалов. Здесь нет привычных комнат-локаций. В руках карта вместо бутафорских декораций – настоящие улицы города. А чтобы было еще интереснее, автор проекта разбила игру на три маршрута, в каждом из которых по 40 точек с заданиями. И это не просто прогулка по городу, а настоящий экзамен. В том числе и по истории пограничного города на Амуре. Пока в печать вышли только три пробных комплекта. В планах до конца года выпустить весь квест тиражом в 5,5 тысяч экземпляров. По полторы на каждый маршрут. Найти бродилку можно будет как в книжных магазинах города, так и в библиотеках и кафе Благовещенска. Ирина Ковзарь, Михаил Величкин, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. И это все. Спасибо за внимание. Следите за новостями вместе с журналистами Амурского областного телевидения. Заходите на сайт amurobl.tv, amurlenta.ru, а также на страницу канала Facebook и Одноклассники. Хорошего настроения и удачи. Увидимся на Амурском областном телевидении. Амурский областный телевидение.